ДОШКОЛЯТ В городском отделе образования рассказали, что сегодня в детских садах Кустаная больше 300 свободных мест, однако родители не спешат воспользоваться этим. Напомним, что около года действует электронная очередь в детские сады Индиго, благодаря которой родители могут самостоятельно регистрироваться и выбирать понравившееся дошкольное учреждение. Большинство мест, конечно, для детей 2014 года и 2015 года рождения, кто стоит в очередях. Пожалуйста, мониторьте электронную базу Индиго. Сейчас никто не будет вам звонить и приглашать. Вы должны сами заходить в эту программу, смотреть наличие свободных мест, выбирать себе место в любом интересующем вас детском саду. В настоящее время в областном центре работает 72 дошкольных учреждения, из них 24 – государственных. Остальные – частные, но в них также принимают детей по госзаказу. Другими словами, в обоих вариантах родители оплачивают только за питание детей. Сумма оплаты единая. За детей до трех лет ежемесячная оплата – 11 180 тенге, за детей старше трех лет – 13 513 тенге. Отдел образования направления на сегодняшний день уже не выдает. Это все автоматизировано. Надо зайти на сайт, зарегистрироваться в этой программе, открыть свой личный кабинет. Необходимо указать ИИН ребенка и одного из родителей, а также номер мобильного телефона для получения уведомлений и кодов. Можно указать и два номера. Актуальность заявления необходимо подтверждать на сайте ежегодно в октябре. К слову, на сегодня больше всего свободных мест именно в частных детских садах. Галина Попова уверяет, они ничем не отличаются от государственных. Также у них есть создана вся материальная база. Идет учебно-воспитательный процесс согласно стандарту образования. Используются типовые учебные программы. Очень много дополнительных услуг оказывают, такие как хореография, изучение английского. В отделе образования при выборе дошкольного учреждения советуют родителям читать информацию на сайте Индиго. Кстати, с недавнего времени в нескольких садах областного центра стали набирать группы для детей от одного до двух лет. Это 11-й детский сад. Семейный, Акбулак и Жастык. Алексей Кудрявцев, Болслу Оликенова, Валерия Зиновьева, РТ. Объездную дорогу до Лисаковска, размытую дождем, засыпали щебнем и сократили на несколько километров. Напомним, что в выходные на дороге, соединяющей Лисаковск и Житикару, образовался транспортный коллапс. Фуры, легковушки и долгие часы простояли в пробке. Сколько еще послужит объездная дорога, расскажут мои коллеги. В выходные в понедельник на Ватсап-Алау стали поступать видео и фото возникшей ситуации на объездной дороге к Лисаковску со стороны Житикары. Очевидцы рассказывали, что стоят в пробке, так как дорогу размыло, а на основной идет реконструкция. Это стоим мы между Денисовской и Лисаковской трассой. Объездная у нас такая. Там мужик стоит на фоне с 7 вечера. А вот видишь, уже в 7-5 вечера. О ситуации на дороге стало известно предприятию «Казавтожол», руководство которого выехало на место затора. На сегодняшний день идет реконструкция автомобильной дороги «Коста-Меха-Роботак». На текущий год запланировано 13 километров устройства асфальтобетонного покрытия. Планируем завершить к концу ноября месяца. По словам Хамзата Султанова, до конца этой недели объездную дорогу сократят на 5 километров. Водителям придется объезжать только 8 километров. А ситуацию с размытой дорогой объяснили обильными осадками. Подрядчики работают, вся техника задействует. На сегодняшний день работают 17 единиц техники. Отсыпают щебнем, фрезеровым материалом сверхобъездной дороги. К слову, реконструкция дороги от станции Табол до поселка Денисовка – двухгодичный проект. Работа продолжится и в 2020-м. Поэтому в «Казавтожол» призывают население относиться с пониманием. Тем более, что завязший в грязи транспорт все-таки вытащили. В «Казавтожол» сообщили, что в этом году на реконструкцию этого участка затрачено полтора миллиарда тенге. Монарбек Косколов, Болслу Аликенова, РТН. В Кустанайской области готовится к открытию ферма по выращиванию шампиньонов. Сейчас здесь идет монтаж оборудования, которое бизнесмены смогли приобрести за счет государственного гранта в 3 миллиона тенге. А уже через полтора месяца грибоводы снимут первый урожай – 3 тонны шампиньонов. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Это загрузочный люк. Сергей Яковлев демонстрирует новую печь для обогрева грибной фермы, которая, к сожалению, в последние два года не работала именно за отсутствие тепла в зимнее время. Главное, что у нас будет свое отопление. Мы не будем зависеть от отопления, которое мы получали с централизованной котельной, потому что она в мае становится, в апреле нам отключали пару, и все, мы не можем больше работать. И запускали пару в ноябре месяце. Тоже мы могли работать только с ноября. Сейчас, когда есть котел, можно работать круглогодично. Они дневном перестали подавать пар, потому что по технологии они его перестали потреблять сами. Сергей Яковлев стал первопроходцем выращивания шампиньонов в Кустанайской области 20 лет назад, но сейчас отошел от дел и передал грибной бизнес дочери. Теперь только консультирует молодых бизнесменов свою дочь и зятя. Благодаря им ферма получила новое дыхание. Елизавета Голи Ахметова выиграла грант в размере 3 миллионов тенге на модернизацию оборудования, которое уже сейчас успешно монтируется. Помимо котла для обогрева они приобрели специальные кондиционеры и изменили вентиляционную систему. Камера может быть, если ее долго не продувать, может скопиться до 5000 промиллей. Вот чтобы это удалить старое, сюда еще подкачивать свежий воздух берется через отдельную дырку и подается сюда, регулируется, стабилизируется, чтобы 1200 было. Здесь купили уже кондиционер большой, канальный кондиционер. Это внутренний блок кондиционера. Вот он такой. Канальный, это значит, у него весь воздух, вы его так не увидите, он заходит из канала, из трубы и уходит в трубу. Для Кустанайской области, в принципе, для Казахстана грибоводство вообще не свойственная отрасль. В советское время ей тоже большого внимания не уделялось. Отрасль получила толчок лишь в годы независимости, но в нашем регионе промышленным грибоводством сейчас не занимаются. Организаторы фермы по выращиванию шампиньонов надеются, что смогут найти среди кустанайцев своих покупателей. По предварительным подсчетам, стоимость килограмма грибов на ферме будет составлять 1100 тенге. Телесонность складывается от рынка. Какая цена на рынке, нам приходится конкурировать с польскими грибами, где развито производство на каждом углу. Там есть грибница, грибница, грибница с высокой технологией и культурой высокой. Там у них даже грибы после сбора еще перед сбором обрабатывают специально, чтобы они не сохли пленкой, они покрывают такой растворимой. У нас такого пока еще нет. В середине октября здесь делают первую закладку, а через месяц ожидается появление первых грибов. Грибоводы же пока заняты ремонтом помещений и поиском партнеров. Ведь если в начале своего бизнеса в месяц они смогут производить до трех тонн грибов, то при необходимости увеличат объемы и до десяти тонн. Монорбек Касколов и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует...